Сложение и вычитание смешанных чисел Следующего характера Выполните цепочку действий И найдите значение букв Изучите, пожалуйста, данную цепочку И для начала давайте обратим внимание Что у нас здесь дана единичка Выполним действие 1 минус 1 четвертая Почему? Потому что мы говорим Неизвестные слагаемые нам надо найти А чтобы найти неизвестные слагаемые И сумму надо вычесть известные слагаемые И мы получаем 3 четвертых Далее, чтобы найти число А Мы говорим аналогично Чтобы найти неизвестные слагаемые Мы должны из суммы вычесть известные слагаемые То есть А будет равно 1 восьмой Далее, для того, чтобы заполнить данную ячейку Мы говорим Единица минус 2 пятых Будет равен 3 пятым Далее, 3 пятых плюс 1 пятая Б будет равен 4 пятых Установите соответствие Сделаем проверку, ребята 6 целых 2 третьих плюс 5 Соответствует значению 11 целых 2 третьих 15 целых 11 тринадцатых минус 3 Соответствует значению 12 целых 11 тринадцатых 3 целых 5 четырнадцатых плюс 6 целых 1 четырнадцатая Соответствует значению 9 целых 6 четырнадцатых 6,14 необходимо здесь сократить, и у нас получается 9,3. Далее, 4,112 минус 1,312 соответствует значению 2,56, ребята. Заполните пропуски. Внимательно изучите данную запись. Сделаем проверку. 1,2 плюс 6,3 равен 6 целым. В числителе у нас получается 7 плюс 6, откуда мы получили 7. Общий знаменатель в данном случае равен 14. Дополнительный множитель первой дроби будет число 7, ко второй дроби число 2. Следовательно, значение будет равно 6,1314. Далее, аналогичное задание. Подумайте самостоятельно. Сделаем проверку, ребята. 3,1,3 плюс 1,2. Целых будет 3. Наименьший общий знаменатель в данном случае равен 6. Дополнительный множитель первой дроби число 2, ко второй дроби число 3. Значит, у нас в числителе будет сумма чисел 2 и 3. Результат будет равен 3,56. Задача. В кузове грузовика перевезли 4,25 тонн каменного угля. В прицепе 3,14 тонны. Сколько всего тонн угля перевезли на грузовике с прицепом? Запишем краткую запись. В кузове 4,25 тонн. В прицепе 3,14 тонны. Всего необходимо найти, сколько тонн привезли. Найдем сумму чисел 4,25 и 3,14. Найдем дополнительные множители. Наименьший общий знаменатель будет равен 20. Значит, к первой дроби дополнительный множитель будет равен 4, а ко второй дроби число 5. Следовательно, всего целых будет 7 целых. В числителе 8 плюс 5, в знаменателе 20. Результат будет равен 7,13 тонн угля привезли. Запишем ответ. Всего привезли 7,13 тонн угля. Следующая задача. Масса арбуза и дыни 11,7 килограмм. Из них масса дыни равна 3,15 килограмм. Насколько килограммов арбуз тяжелее дыни? Ребята, запишем. Масса арбуза и дыни всего 11,7 килограммов. Масса дыни 3,15 килограмма. Насколько килограммов арбуз тяжелее дыни? Первым действием найдем разность чисел 11,7 и числа 3,15. Выполняем действие. И у нас ответ будет равен 8,12 килограммов. Это мы нашли массу арбуза. Вторым действием, ребята, 8,12 минус 3,15. Находим разность данных чисел. У нас получается 5,3 килограмма. Это будет разность, насколько килограммов арбуза будет тяжелее дыни. Записали ответ. Применяя переместительные свойства сложения, найдите сумму. Обратите внимание на знаменатели. И мы видим, что первое слагаемое и третье слагаемое имеют знаменатели 8. Второе слагаемое и четвертое слагаемое имеют знаменатели 12. Давайте найдем суммы данных чисел. И у нас 3,18 плюс 5,38. Результат будет равен 8,48. Сократим. 8,12. Рассмотрим 7,5 и 1,12. Найдем сумму, которая будет равна 7,6,12. То есть результат равен 7,12. Найдем сумму полученных результатов. И у нас ответ будет равен 16. Какой пример решен неверно? Подумайте, пожалуйста, ребята, самостоятельно. Давайте, ребята, сделаем проверку. 8,3 минус 2 целых. Ответ 6,3. Верно. 4 целых минус 2,1 трети. Равно 2,1 трети. Совершенно верно. Данное равенство мы исключаем. Мы говорим, оно неверно. Далее. 1,3,8 плюс 2,5. 1,2 плюс 2, это будет 3,3. 3,8 плюс 5,8 это будет 1,3 плюс 1, ответ будет равен 4. Верно ли следующее равенство? 1,2 плюс 1,2 плюс 1,2 плюс 1,2 равно 2. Посмотрите, пожалуйста, знаменатели равны 2. Числители складываем, получаем 4,2. 4,2 будет ответ равен 2. Мы говорим, да, верно. Между какими натуральными числами заключена сумма? 2,9 и числа 18,7. Давайте для того, чтобы ответить на данный вопрос, мы выполним данное действие. Мы получили 20,4. Давайте подумаем, между какими натуральными числами расположено данное число. Совершенно верно. Это число 20 и 21. Ребята, сегодня на уроке мы выполняли сложение и вычитание смешанных чисел. На этом урок завершен. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова